Итак, пацан Андреев, всем здорова! Сегодняшний видеоролик будет посвящен следующей теме. Мы уже выяснили с вами, что вот это вот почти бесплатная вещь на 100%. Так, сейчас прокачусь, тогда продолжу. А то вам будет не слышно все равно ничего. И сегодня мы с вами ответим на вопрос, реально ли в принципе... Не то, чтобы он прям бесплатный, а вот заработать бабосиков с помощью него. Это прям пушка-гонка. И сегодня мы с вами ответим на этот вопрос. Но не раенится, чем случится зеленый. Сохрани немножечко интригу. Сейчас вы видите сами, что будет происходить. Глаза вообще выразительные, мне очень нравится. Ладно, все это шуточки, погнали поработаем. Взял свой опорат. Где он, кстати? Вот он, кстати. Знакомьтесь, господа. Canon EOS 600D. Почему я думал, что у меня 650-ка? Объектив 50 мм. Я помню когда-то, когда-то давно, когда мы еще увлекались квадрокоптерами. Мы сейчас это делаем. Просто перерыв в связи с обстановочкой. Ну, короче. Я пытался изучить моменты съемки, как компоновать кадр правильный и так далее, чтобы мои полетушки были просто феерические. И сейчас мы посмотрим на скилл, который у меня в итоге получился. Так что я сделаю пару кадров, потом продолжим. А чтобы все получилось действительно круто, я нанял профессионального потока. Пау! Посмотрим, к чему нас все это приведет. Ну, вообще. Ну, неплохо. Я считаю, даже вообще около отлично. Можешь сделать вид, как будто ты сняла, ну, сняла сняла, держи его, так? Где-то вот только что сняла. Да-да-да-да-да. Переверни его. Да. Да-да-да. Смотрите, на него тыкать. О, это моё. Да, я его сняла. О, да. Вот оно. Так, можешь сейчас надеть. За уши хватай, натягивай его. Ну, либо так. Оу. Мощно. Я даже снимаю мимо. На фоне собака царет. А, не хватай за визор. Смотри, здесь вот такая штучка есть маленькая. Вот ты можешь за неё поднимать и что-то слышать. Вот здесь вот. О, отличное. Не хватай за визор. Он будет непрозрачный. Давайте я сделаю как хам. Я не умею свистеть, блин. Я хотел пошлую шутку отпустить, но понял, что не умею свистеть. Кто может сделать? Блин. Мне есть над чем работать. Монтажёр, поставь. На этом месте звук такой. Ну, ты понял. Найди и поставь его. Я свистеть не умею. Ах. Слоумо с сажанием было бы классно. Давай ещё раз. Не, попозже. Телефончик дать? Сейчас реквизит добудем. На, чиль в телефончике. О, вот это про жизнь. Вот это вот нормальная тема. Телефончик сейчас ссос. Ну, типа, да. Идеи для фоточек. Пау-пау. Как сделать длинный сэлфи-фоу? Я так же. Всё, только ты рукой. Позвольте, что будет, что будет. Попробуйте ваш левый, да? Сейчас наебать. Не, там сидение закончилось уже. Ты кладёшь его в никуда. Точно. А чё, а я на тебе покородки? А чё, а я на тебе покородки? А тебе покородки? А тебе покородки? Дорогой дневник. Мне не подобрать слов, чтобы описать боли унижения, которые я испытал сегодня. Моя жизнь поломана навсегда. Блин, ну извини. Вау. Я в староту подняла. Правда. А было как пустоло. Эти фотки будут настолько крышесносными, что даже фотограф в каске работает, чтобы крышу не сорвало. Надо соответствовать. Да. Сейчас будут крышесносные фотки. Крышесносные фотки. Здесь опасно. А тут оно-то видео свое, типа, сейчас будет, будут, все ожидают, а это прикрыл. Здесь опасно, опаснее опасного. Мы настолько сносим крышу, что даже за прохожих немножко страшно. Эээээ. Тебе не надо ещё ловить? Да, поворотники, знаешь, они как бы стоят. Они первые отхлебнут. Не жалко поворотники ради красивого фактора. Нет, не жалко, если честно. Но зеркала, как ты можешь заметить, я на всякий случай снял. Кто первый? Ну, а после окончания фотосессии мы пофоткали случайных прохожих. К сожалению, к величайшему, мы, конечно же, не могли уделить им столько же времени, сколько и людям, которые стояли рядом, которые всё-таки отвалили какое-никакое, но всё-таки баблишко. Ну, чё-то с игрушкой не по-байкерски, дай кому-нибудь подержать её. А то ты слишком милый байкер какой-то. Поэтому сделали это по-шустренькому. Ну, грубо говоря, не удержались. И, собственно говоря, на этом наш фотодень был закончен. Уложились мы, по-моему, в полтора часа. Ну, и на всякий случай, чтобы никто не думал, что можно просто так рубить бабло за полтора часа, потому что это вроде как неплохие деньги за полтора часа, вы очень сильно заблуждаетесь. Потому что фотографии в сыром виде никто никогда никому не отдаёт, и на их обработку нужно потратить как минимум ещё часа четыре. Это в лучшем случае. Это зависит от погоды, от места съёмки, от рукожопости и от того, сряд ли собака на фоне или нет. Поэтому плюс-минус на подобное мероприятие нужно, в принципе, отводить всегда целый день. Так, подожди, подожди, подожди. Поставь вот так. Руку вот так. Покажи в камеру, ну, типа, что-нибудь. Фуфак. Ну, лицо не закрывай только. Эту руку лучше на шлеме держать, а показывать другой. Или как? Выложи на сне вот это. Выложи потом в руку не держи. Ну да. Давай, держу. Смотри вдаль. Давай, смотри. Да, светлое будущее. Он без езды будет потеть. Ладно, теперь давайте немножечко подсчитаемся и посмотрим вообще реально ли рассматривать эту тему, как, собственно говоря, заработок, почему нет. Итак, что у нас получилось в итоге? За данную съемку мы запросили 3000 рублей, потому что, во-первых, присутствует какой-то реквизит, он довольно дорогой. Во-вторых, все-таки было два человека. Время, кстати говоря, мы не обговорили. А вообще стоило бы уточнить, что это за час. Ну и, возможно, кому-то это покажется мало, но, как вы уже поняли, нам разрешили поснимать. Так что, типа, по дружбе, плюс-минус, вот как-то вот так. Ну, возьмем это за среднее. Получили, собственно говоря, мы 3 рубля за день. Разумеется, половина из которых надо будет отдать фотографу. Итак, у нас есть полторашка. В принципе, если эту полторашку умножить на 20 рабочих дней, потому что нам нужны все-таки выходные. И, опять же, это в расчете на то, что у вас будут съемки каждый день, чего гарантированно у вас не будет. Если вы не фотограф, и вас не знают в городе, то я гарантирую, что этого не произойдет. Скорее всего, реалистично будет предполагать, что у вас за месяц будет 5, от 5 до 10 подобных съемок. Но давайте посчитаем, как полноценный месяц в месяц, и все-таки 20 рабочих дней. Нехитрая математика нам показывает, что мы бы заработали 30 тысяч рублей. Ну, оно понятно, что и не только для меня, но и для многих это, в принципе, и не деньги. Так что каждый для себя решает сам, есть смысл ему заморачиваться или нет. По поводу, нужен ли фотограф, ведь можно увеличить вдвое, да, то есть уже не 30, а 60 тысяч рублей. Вот, на самом деле, опять же, тут каждый сам решает для себя, деньги для него это или нет. Если бы подобная сумма была бы в неделю, я бы еще подумал, в месяц это как-то маловато. Чтобы проворачивать подобное каждый день, если вы ноль в фотографии, и у вас нет как бы оборудования, вам нужен не кислый отдел продаж, чтобы обеспечивали вам занятость, которым тоже придется платить. Поэтому цифра в 30 тысяч в месяц звучит как бы более реалистично, нежели какая-то там другая. Многие заметят, что да, у тебя есть зеркалка и все такое. Зеркалка довольно старенькая, вот, знатоки не дадут соврать ей очень много лет. Да, мне повезло, я мог бы обойтись и без фотографа, потому что за время съемки моих роликов, за время изучения всяких подводных вот этих вот камней, мой скилл как бы вырос, ну, друзья как бы считают, что у меня довольно неплохо получается, а я склонен им доверять. Поэтому да, все-таки навыки вам какие-то, какие-никакие понадобятся, либо сдавать его просто в аренду. Но это не значит, что вы сдали и ушли, потому что съемки длятся час-полтора-два. Вы пока идете домой попить кофейку, его пора забирать, поэтому вам придется все равно находиться постоянно на съемках. То есть как подработка, да, как источник основного дохода, очень вряд ли. Ну и еще раз повторюсь, если вы хотите делать все это в одиночку, не привлекая со стороны фотографов и прочих там ребятишек, которые подгоняли бы вам, например, моделей для съемки, которые готовы платить, вам как минимум нужна камера и как минимум нифиговое умение ей владеть. А это как бы уже нифига себе. В общем, деталей и нюансов очень много, и обсуждать их можно на самом деле целый день или даже неделю, и не обсудить полностью. Тем не менее, несмотря ни на что, наша цель была ответить на вопрос, реально ли его использовать для заработка денег? И правильный ответ на этот вопрос да, реально. Вопрос только в цене, в вашем времени, в вашей, грубо говоря, подготовленности, в вашей наглости по поводу попросить побольше денег, например, а не как мы. И здесь правильный ответ на самом деле да. Вполне себе вариант. Считаю, что цель этого видео достигнута. На вопрос мы ответили. По поводу нужен вам дополнительный фотограф, если вы захотите чем-то подобным заняться или нет, вы можете найти в нашей группе ВКонтакте vk.com.slash.nedurna, потому что именно туда я выложу все фотографии, которые буду делать и которые были сделаны фотографом. Понять скилл и вообще разницу между фотографом и нефотографом вы можете очень просто посмотреть эти фотографии и попробовать определить, какие из них сделал профессиональный фотограф, а какие нет. Все очень просто. Если вы разницы между ними не увидите, значит, в принципе, позанимавшись годик, попрактиковавшись немножко, вы сможете сделать точно так же. На этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо, что досмотрели этот ролик до этого момента. Жду всех в группе ВКонтакте vk.com.slash.nedurna. Там контент выходит первым. И всем удачи, всем пока. А не, я гоню. Субтитры сделал DimaTorzok